В 12 веке в Венеции существовала местность, где проживали копчаки. Об этом факте еще 8 веков назад было написано в книге «Кодекс Куманикус», который хранится в крупнейшей национальной библиотеке Венеции. Малоизвестную страницу в истории сейчас изучают участники экспедиции по следам предков. Вот уже два месяца, как экспедиция по следам предков изучает места обитания древних казахов. Позади более 15 стран и 17 тысяч километров пути. И на этот раз путешественники прибыли в Венецию. Ведь, как оказалось, и с этим удивительным городом нас связывает общая история. Здесь могли быть жители не только мавры, но еще и кипчаки могли здесь тоже быть. Вот это вот видите фигуры так называемого семейства Мастели. Фамилия, конечно, италинизированная, неизвестно, каково было название этого семейства в оригинале. Но ученые местные высказывают предположение, что это могли быть и кипчаки тоже. Эту информацию членам экспедиции подтвердили и представители местного научного сообщества. По словам путешественника Сапара Искакова, казахстанским ученым необходимо тщательно изучить этот вопрос. Только после целостного изучения этого факта мы можем уверенно подтвердить, где именно они проживали. В том, что они жили здесь, сомневаться не приходится. Правда и то, что здесь находятся их останки. Однако, сколько именно кипчаков сюда перекочевали, нам также малоизвестно. Этот вопрос требует изучения. О том, что наши предки жили здесь, говорится и в написанной в XIII веке книге «Кодекс Куманикус». Единственный оригинал этого письменного памятника хранится в Национальной библиотеке Марчана. В те времена многие торговцы использовали книгу «Кодекс Куманикус». Книга, написанная на копчакском, латинском и персидском языках, служила словарем для торговцев того периода. Она не просто так попала на полки нашей библиотеки. По словам ученых, в странах Европы хранится немало информации, изучение которой обогатит нашу историю. Именно поэтому караван экспедиции по следам предков продолжит свой путь по ее землям.